Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается доклад, посвященный изучению кинетики концентрирования вымораживанием облепихового сока. Данная работа выполнена учеными Воронежского государственного университета инженерных технологий. Виталием Юрьевичем Овсянниковым, Андреем Ивановичем Ключниковым, Натальей Николаевной Лобачевой, Василием Владимировичем Торопцевым и Диной Васильевной Ключниковой. Состав облепихового сока, как и самих ягод, отличается очень высоким содержанием полезных веществ. Содержание витаминов и минералов в составе облепихового сока необычайно сбалансировано. Дополняется оно наличием умеренных количеств фосфолипидов, фитостеролов, аминокислот, моно- и полиненасыщенных жирных кислот. Концентрат облепихового сока также богат жирным маслом, который содержит глицерины алиновой, стеариновой, линолевой и пальмитиновых кислот, флавоноидами, фолиевой кислотой, каротиноидами, бетанином, холином, кумаринами, глюкозой, фруктозой, а также фосфолипидами. Концентрирование облепихового сока вымораживанием позволяет максимально полно сохранить указанные соединения в нативном состоянии. Механизм процесса концентрирования жидких сред вымораживанием влаги определяется в основном режимом кристаллизации и особенностями связи влаги с материалом или условиями миграции молекул воды к поверхности фронта кристаллизации и встраивании в кристаллическую структуру льда. Режим вымораживания влаги, определяющий механизм процесса, характеризуется температурой среды или теплообменной поверхности, воспринимающей температуру кристаллизации влаги, скоростями перемещения и площадью поверхности контакта теплообменивающихся сред видом и концентрацией растворенных соединений. Процесс вымораживания влаги представляет собой комплексное явление тепла и массообмена жидкости с поверхностью теплообмена и массопередачи внутри самой жидкости. Исследован процесс концентрирования вымораживанием облепихового сока на кристаллизаторе периодического действия с орибренными теплообменными элементами, созданной на базе льдогенератора Blexmatics Electronics, показанной на рисунке. Кристаллизатор включает холодильную установку с системой подачи и удаления хладагента, которая обеспечивает достижение требуемой температуры кипения хладагента в пальцах испарителя, ванны, емкости для жидкости. Поверхность замерзания влаги выполнена в виде пальцев 12, испарителя с ребристыми теплообменными элементами 4, погруженными в ванну 7 с исходной жидкостью. Теплообменными элементами являются пластины из оцинкованного металла размером 30х10х0,1 мм, припаянные к цилиндрическому полукольцу с трех сторон. Угол между ними составляет 120 градусов. Теплообменные элементы закреплены на вертикальных цилиндрических пальцах 12 испарителей диаметром 8 мм, количество которых в установке составляет 100 штук. Термопару использовали для измерения температуры пальцев испарителя с диаметром спая 0,2 мм. Соединительный конец термопары был присоединен к входному разъему прибора TRM202 фирмы OVEN с диапазоном измерений от 73 до 1073 Кельвинов и ценой деления 0,1 Кельвина. Ванна 7 для жидкости была выполнена из листовой нержавеющей стали толщиной 0,2 мм и теплоизолировалась. При концентрировании облепихового сока ванна находилась в поднятом положении. Продолжительность цикла концентрирования контролировали электронным секундомером. Освобождение пальцев испарителя от вымороженного льда осуществляли при опущенной ванне 7 и работе холодильного агрегата 1 по системе оттайка. Масса вымороженного льда измерялась за один цикл концентрирования. При этом вымороженный лед помещали в предварительно взвешенную колбу, а общий вес колбы со льдом определяли на аналитических весах. Для определения величины сухого вещества, жидкости, захватываемой со льдом, лед расплавляли, термостатировали при температуре 293 Кельвина и определяли содержание сухого вещества с помощью рефрактометра IRF-22. Система подачи жидкости в ванну 7 включала насос с расходом 1200 до 4000 дм3 в час, мощностью 40 Вт, дренажную магистраль 3 и подачи 8 жидкостей с регулирующими клапанами и расходомером 9. Система подачи хладагента в полость пальцев 12 испарителя состоит из холодильной установки, содержащей поршневой герметичный компрессор, конденсатор, ресивер, фильтр-осушитель, датчик контроля температуры 6, реле давления и электромагнитные клапаны. В машине используется фреон 134А. Мощность холодильной установки позволяла проводить эксперименты с температурой кипения хладагента от 262 до 250 Кельвинов путем изменения холодопроизводительности компрессора. Давление во всасывающем и нагнетательном трубопроводе компрессора контролировали манометрами, установленными на приборной панели 11. При проведении исследований использовали следующую методику. После внешнего осмотра установки включали холодильную машину. В трубопроводе испарителя открылся клапан подачи хладагента и с помощью термопары контролировалась температура кипения хладагента. После достижения необходимой температуры испарителя включали насос 10, обеспечивая подачу жидкости в ванну 7, которая находилась в горизонтальном положении и включали секундомер. Заданный расход жидкости регулировали путем предварительного изменения сечения потока линии подачи жидкости регулировочным вентилем. В ходе эксперимента фиксировали точки кипения хладагента в испарителе, давление всасывания, давление нагнетания компрессора, скорости потока и продолжительности цикла замораживания. В то же время измерялось напряжение и ток в цепи двигателя. По истечении времени цикла вымораживания, принятого равного 60 минутам, двигатель насоса выключали, остатки жидкости сливали из ванны в питающий бак, ванна приводилась в положение опущено и охладильный агрегат переключался в режим оттаивания. При этом при переключении электромагнитных клапанов горячий пар хладагента подавался на пальцы испарителя и ребристые элементы, контактирующий с ними ледяной слой частично таял и лед свободно сползал с ребрённых элементов в сборник льда. После цикла замораживания рассчитывали производительность установки по вымороженному льду, определяли содержание сухого вещества в сконцентрированной жидкости и растворе, полученный после таяния вымороженного льда. Экспериментно-тальное исследование изменения средней величины количества вымороженного льда с единицей теплообменной поверхности вымораживающей установки во времени являются важной характеристикой процесса вымораживания влаги. Выполнено исследование роста и скорости роста льда на поверхности теплообменных элементов площадью 0,8 квадратных метров за 3600 секунд в зависимости от температуры теплообменной поверхности и начального содержания растворимых веществ в облепиховом соке. Можно видеть изменения кривых роста и скорости роста льда на поверхности теплообменных элементов в зависимости от температуры кипения хладагента. Соответственно 258 кельвинов и начальном содержании растворимых веществ в облепиховом соке. Второй график справа иллюстрирует изменения и характер кривых роста и скорости роста льда на поверхности теплообменных элементов при температуре кипения хладагента 253 кельвина и начальном содержании растворимых веществ в облепиховом соке от 12 до 24%. Представлены кривые роста и скорости роста льда на поверхности теплообменных элементов площадью 0,08 квадратных метров при различном начальном содержании растворимых веществ. Правый рисунок для содержания растворимых веществ в 12,5% и левый рисунок для содержания растворимых веществ в облепиховом соке равном 18%. Анализ зависимости роста льда и скорости роста льда, полученный методом графического дифференцирования, показали следующее. Кривые роста льда на теплообменной поверхности вымораживающей установки в зависимости от температуры поверхности вымораживания и начального содержания растворимых веществ в облепиховом соке нелинейные, но тем не менее носят схожий характер. Увеличение начального содержания растворимых веществ в соке при постоянной температуре кипения хладагента в испарителе вымораживающей установки снижает удельное количество льда, образовавшееся на теплообменной поверхности. Температура кипения хладагента в испарителе вымораживающей установки также влияет на удельное количество вымороженного льда. Изменение температуры кипения хладагента вызывает нелинейное увеличение удельного количества льда, вымороженного на теплообменной поверхности. С уменьшением температуры кипения хладагента удельное количество вымороженного льда повышается. Кривая скорость роста ледяной фазы имеет достаточно сложную форму. В момент контакта с поверхностью испарителя облепихового сока скорость кристаллизации резко возрастает от нулевого до максимального значения за весьма краткий промежуток времени из-за так называемого теплового удара в момент контакта сока с элементами испарителя вымораживающей установки. Затем кривая скорости кристаллизации резко изменяет свой угол наклона. Наблюдается практически линейное изменение направления кривой скорости кристаллизации влаги на теплообменной поверхности до второй точки перегиба. Это свидетельствует об образовании тонкого слоя льда на поверхности теплообмена и формировании температурного режима между облепиховым соком и поверхностью теплообмена, который носит достаточно установившийся характер. После этого характер кривой скорости роста ледяной фазы приобретает нелинейный вид, после чего претерпевает вторую точку перегиба и монотонно нелинейно снижается. Данная точка перегиба является своего рода пограничной. Она разделяет процессы льдообразования влаги, которые имеют различный характер связи с растворенными веществами облепихового сока. В начальный период вымораживания кристаллизуется влага, находящаяся в слоях наиболее близких к поверхности льдообразования, в форме наименее связанной с растворимыми веществами облепихового сока. Затем при смещении слоев жидкой фазы наступает период резкого снижения скорости льдообразования, вызванный термическим сопротивлением слоя вымороженного льда на теплообменной поверхности. Кроме того, оказывает влияние возрастающие силы сцепления молекул воды с растворимыми веществами облепихового сока. Изменение степени концентрации облепихового сока при вымораживании от начального содержания растворимых веществ также нелинейное. То есть это можно видеть на представленных графических зависимостях. При увеличении начального содержания растворимых веществ в облепиховом соке, величина отношения растворимых веществ в сконцентрированном соке по отношению к исходному содержанию нелинейно снижается. Температура кипения хладагента в теплообменных элементах вымораживающей установки также влияет на изменение степени концентрации облепихового сока при различном содержании растворимых веществ в нем. Увеличение температуры кипения хладагента вызывает снижение степени концентрирования при прочих условиях вымораживания. Резюмируя вышесказанное, можно отметить следующее. Теплоотдача при концентрировании облепихового сока методом вымораживания происходит исключительно на поверхности теплообмена. Кристаллизация же влаги только в начале процесса вымораживания происходит на самой поверхности в аппарате, а затем поверхность теплообмена с геометрической поверхности охлаждения аппарата перемещается вместе с фронтом кристаллизации. Образуется слой льда, толщина которого непрерывно увеличивается. Теплота, отводимая при кристаллизации влаги, помимо преодоления термического сопротивления пограничного слоя, должна преодолевать все время возрастающее термическое сопротивление слоя вымороженного льда, то есть зоны кристаллизации. Передача теплоты в этом слое происходит только путем теплопроводности, а это значит, что по мере образования и углубления зоны кристаллизации влаги интенсивность льдообразования уменьшается, а скорость вымораживания падает. Также установлено нелинейное снижение удельного количества вымороженного льда от повышения температуры кипения хладагента в испарителе вымораживающей установки и увеличения начального содержания растворимых веществ в исходном соке. В ходе исследования также выявлены периоды кристаллизации влаги с различным характером связи воды с растворимыми соединениями облепихового сока. На этом позвольте закончить доклад. Спасибо за внимание.